Преподаватели юридических факультетов из 36 вузов страны приехали сегодня в Чебоксары на Всероссийскую конференцию, чтобы поговорить о нравственных началах права, о безопасности личности и государства в нынешних политических и экономических условиях. Старт обсуждению дали утром во Дворце культуры ЧГУ. А потом в течение дня студенты вместе со своими преподавателями и гостями работали уже по секциям. В общей сложности сегодня в стенах Госуниверситета прозвучало больше 150 докладов. Говорили о правовом регулировании свободы слова в интернете, жестком обращении с детьми. С точки зрения нравственности, что только не рассматривали. И коррупцию, и подарки должностным лицам, и различные хитрости, которым прибегают следователи, чтобы раскрыть преступления. Преподаватели в своих докладах ставили достаточно провокационные вопросы, насколько нравственно наше законодательство по отношению к разным сторонам, потерпевшим и подсудимым. Так профессор Московского юридического университета Людмила Инагамова Хигай считает, что некоторые статьи Уголовного кодекса нарушают конституционный принцип равенства всех граждан перед законом. В Уголовном кодексе на настоящий момент у нас есть три статьи, где предусмотрена ответственность тоже за убийство. В частности, в 275-й говорится о посягательстве на жизнь государственного деятеля и общественного деятеля. В 295-й о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное следствие. И 317-е о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих выполнение функций по обеспечению общественного порядка. Спрашивается, соответствуют ли данные положения этому фундаментальнейшему принципу равенству? Мое мнение, что нет. Это прямое нарушение данного принципа. Тем более, что есть основная 105-я статья убийства, предусматривающая суровые наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Участвовали в этой конференции не только ученые, но также судьи, прокуроры, работники системы исполнения наказаний. В ЧГУ приехал и глава республики. Он говорил о патриотизме, о том, что в нынешних экономических условиях важно пресекать все попытки раскачать ситуацию. И пожелал студентам, будущим юристам работать не только по законам государства, но прежде всего по законам совести.